Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем свои занятия церковно-славянским языком. Сегодня мы разбираем три буквы азбучной проповеди святых Кирилла и Мефодия. Это замечательные буквы. Это буквы, связанные со словом, с речью, с говорением, с языком. Рцы, слово, твердо. Смысл очень ясен для нас, но это, конечно, первый внешний смысл. Мы сейчас и посвятим свой урок тому, чтобы увидеть здесь смыслы сокрытые, сокровенные, глубокие, священные. А так мы видим, что нам здесь дается повеление рцы, из реки, говори, слово твердо. Владимир Даль так сказал, будь тверд в слове, будь верен своему слову. Первая буква из этих трёх, которую мы разбираем. Рцы, из реки, скажи. Эта буква обозначает число сто. Ставим титла, чтобы у нас получилась цифра, точку. И рядом числовое значение буквы. Мы, конечно, понимаем, что это слово рцы, говори, значит ещё и не пустословь, потому что мы и друг другу всегда говорим, говори, дело. Не пустословь, а думай, над чем ты говоришь. Грамматическая форма буквы рцы. Значение буквенного слова рцы. Сама форма рцы, конечно же, нам непонятна. И мы должны к ней обратиться. Рцы, повеление, образовано от глагола реку, говорю, связано с речью. Рцы, из реки и благовествуй. Вот мы уже раскрываем, приоткрываем одно из его христианских значений этого слова. Рците, говорите. И рцем давайте все вместе скажем. Вспомним, как велел ангел женам-мироносицам нести радость ученикам о воскресшем Господе. Это в Евангелии от Матфея мы читаем, глава 28-я и стих 7-й. Велит ангел-мироносицам повеление. И скоро шедши рците учеником Его, якого ста от мертвых, встал Господь из мертвых воскрес. Вспоминаем также, как священник нас приглашает в храме всех к соборной молитве. Рцем си, от всея души, от всего помышления нашего, горцем. То есть давайте вместе соборно помолимся. И это приглашение к великой молитве, это ектиния называется великой или мирной. А ектиния это моление. И мы начинаем молиться и о горнем свышнем мире, и вообще о всем космосе, в том числе и о земле. Действенная речь Творца Господа Итак, рцы. Мы вспоминаем, что в циркомславянской азбуке есть и другие глаголы повелительного наклонения. В самом начале азбуки глаголь, тоже повеление. Конечно, глаголь ирцы – смысловые родственники. И глаголь ирцы велят нам говорить «дело», говорить нам слово «благое». И говорить так, чтобы слово стало делом, словом действенным, таким, как оно было изначально у Господа. Ведь мы же знаем, что мир сотворен словом «яко той рече и быша, той повеле и создашеся». Значит, ирцы, скажи такое слово, чтобы оно было, как у Господа. Господь рече сказал, и всё стало. Мы должны запоминать вот эти необычные формы, потому что именно в прошедшем времени более всего для нас незнакомых форм. И если мы видим глагол, но формы не понимаем, переводим, перелагаем на простой русский обычным прошедшим временем. Ибо той сказал, изрёк, и всё стало. Глагол «быти» ещё имеет значение стать. Той Господь повелел, добавляем только «ль» и получается форма. Той повелел и создашеся. И все многие вещи прекрасные, всё прекрасное творение создалось. Сказано – сделано. Смотрим, как это было в Библии. Как Господь повелевал, как Он изрекал и как Его Слово становилось делом. Читаем в Библии. Первая глава книги «Бытие». И рече Бога, да будет свет, и бысть свет, и стал свет. И рече Бога, изрёк Бог Слово, да будет твердь, и бысть твердь. И рече Бога, да соберется вода, и собрался вода, и собралась вода. И рече Бога также о земле, о светилах, и всё создашеся, и всё выше. И так сказано – сделано. Божье Слово есть дело. Вспомним, что этот дар – изрекать действенное слово Господь дал и человеку. Причём это дар – даром. Он одарил человека говорением, речью. Человек – существо словесное. Этим даром прекрасно владел Адам. В Библии же мы читаем, что Адам изрёк, нарёк имена всем животным. Наречь имя – это постичь сущность явления. Сказано в Библии, что Адам назвал имена так, как они были свойственны – зверям, животным, птицам морским. Причём несколько раз повторяется – всем нарёк имена Адам. Каждое животное доверчиво показало ему сокровенную сущность. И он отлично выполнил Божие повеление, потому что Адам был ещё безгрешным. И его слово, и его речь тоже была точной, правильной, твёрдой, творческой. И от нас требуется такое же слово – крепкое, твёрдое, надёжное, подкреплённое делом. Речь – это песня, символика заставной буквы РЦИ. Бог, как Творец, творил мир словно песню. Он пел, он поэт в творении мира. И наша речь, наше речение, наше слово должно быть певучим. Оно должно быть песней. И эта песня должна быть радостной. РЦИ – это значит «хвали Господа, пой Ему радостно и светло». Так это и понимал пророк Давид, когда писал свои псалмы. Потому что псалмы – это песни красные, хвалебные во славу Бога. И вот он что нам говорит. И как хорошо это понял древнерусский книжник. И у него здесь в букве целая философия. Вот человек трубит. Какие трубы указаны в псалме 90-м, в стихах 4-м, 6-м? В трубах кованых, то есть в трубах медных. А медные трубы – это трубы победные. Трубы медные – трубы победные. А труба роженая – это труба из рога. Она крепкая, твёрдая. Потому что рог – это символ силы. Господь обещает – вознесу рог праведного, а роги грешных сломлю. И вот праведник трубит в этот рог. Мы и видим, что вот эта заставка буквы рцы изображает трубящего в рог. То есть поющего, изрекающего – это слово песенное, хвалебное. Потому что здесь вот первое слово «воскликните Богови», а клич – это победное восклицание и победная песня, победный гимн. Почему один раз слово «труба» в единственном числе и глазом трубы роженой «воскликните пред Господем»? Потому что здесь имеется в виду святое Евангелие. А почему многие трубы – трубы кованые, трубы медные, трубы победные? А потому что трубы медные – это Господни апостолы. Они протрубили по всему миру Евангелие Христово, евангельское благовестие, и их песня, их зов оказался победным. Они действительно весь мир привели ко Господу. С буквы «рцы» начинаются многие стихи священного писания. Исследователи, наши художники, могут рисовать буквы заставицы «рцы». И число таких букв в наших старинных книгах велико. Букву рисуют очень по-разному. Действительно, словно бы перед Адамом по цветущему раю проходят все животные, и каждый открывает ему себя. Буквы «рцы» и растительные, и часто в них еще видны змеиные мотивы, потому что «рцы» – это еще и говори мудро. И часто буквы «рцы» изображают даже из перевитых змей. Вот еще одна буква «рцы». Мы тоже здесь видим различные образы прекрасного, цветущего мира и животного, и растительного. Задание к уроку Задание первое. Вспомните и правильно запишите церковной буквой имя знаменитого сочинителя Кондаков, которого святая церковь именует сладкопевцем, и которому сама Пресвятая Богородица помогла стать таковым. Запишите по-церковно-славянски и название того господского двунадесятого праздника, начинающегося на букву «рцы», в честь которого этот святой написал свой первый кондак. Задание второе. Сравните значение слова «равнодушный» в церковнославянском и русском языке. Задание третье. Напишите, как именуется особенный, всерадостный день поминовения усопших и когда он совершается. Задание четвертое. Какое отношение имеет к Пресвятой Богородице Руно? Шерсть овчинная. Задание пятое. Найдите в этимологическом словаре исходное значение слов «раб» и «ребенок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова